Министр иностранных дел Украины Павел Климкин у нас в эфире. Господин министр, завершилась встреча нашего президента с Путиным. Вы сегодня многое видели, все видели. Скажите, что было у них на лицах, когда они вышли после этой встречи тет-а-тет? На обличках у них было ощущение, что нужно работать дальше. Сегодня, до речи, было три встречи в выездных форматах. Это действительно уникально. Ну и вообще, весь Милан, несмотря на присутствие всей Европы и, я бы сказал, всей Азии, выясняется действительно украинской темой. И главное сегодня – это достигать эффективного выполнения минских договоренностей. И президент Путин, до речи, отметил, что логика минских договоренностей, логика мирного плана, она базуется на инициативах президента Украины, на том, что визначается в его мирном плане. Он также отметил, что не хочет сделать из Донецка и Луганска еще одно Приднестровье. Это действительно так, что говорят журналисты. Но сейчас мы должны сделать так, чтобы минские договоренности были выполнены. Не один пункт, не три, а действительно 12. Это комплексно, системно. И мы говорили про кордон, про эффективный контроль над кордоном. Конечно, про то, что в Донецке и Луганске не могут быть какие-то фиктивные, мистичные выборы президентов, начато Луганску и Донецку, або парламентов. Это должны быть настоящие выборы. Это должны быть выборы за украинским законодавством. И именно это поддерживается всей Европой, всеми нашими друзьями и партнерами. Ну и, конечно, стали припинения в огне. В конце концов, нужно обеспечить четкий мониторинг за допомогою разных технических средств. Сегодня мы говорили с швейцарским главованием в ОБСЕ, с главованием в Европейском Союзе, про дроны, не про два, а про четыре дроны, а про системный мониторинг, про системную верификацию. Размовляли про видеоспостережение, размовляли про другие технические средства. Мы обовязково досягнем от того, что каждый выпадок, даже очень маленький, порушение припинения в огне будет очень четко фиксироваться. И мы притягнем всех виновных до ответственности. Спасибо большое. Министр иностранных дел Павел Клинкин был у нас на связи из Милана.